всем привет благодарю всех тех кто смотрит данный канал благодарю за многое ну например за то что вы поддерживаете этот канал как поддержать его вы уже все знаете а для тех кто не знает я скажу что под каждым роликом есть коротенькая инструкция как это сделать но это не самое главное благодарю я за то что вы напоминаете мне группах которые я люблю любил любить буду но слушаю достаточно редко правда к группе the allman brothers band это не относится потому что эту музыку я слушаю часто прокручиваю в голове когда гуляю по улице и вообще и безумно люблю и напомню что слушают часто чаще чем многое другое из того что у меня есть но когда достаточно большая коллекция то как конечно определенные вещи как-то так не то чтобы забываются но не так часто ставится на проигрыватель потому что приходит что-то новое все время потом еще новая потом еще вот джет ротал вышел новый который у меня еще нет но я думаю что в самое ближайшее время появится ну и вообще как-то так следишь за происходящим так вот мне напомнили про all my brothers band то есть что значит напомнили оказалось что среди тех кто смотрит этот канал довольно много людей которым нравится эта группа еще бы она не нравилась группа как сказать грандиозная она действительно грандиозная она огромная смысле творчества смысле творческого потенциала и она исполняла и исполняет в разных формах в разных коллаборациях очень хорошую музыку причем многие считают я прочитал недавно у одного критика что первые четыре альбома в обязательном порядке надо слушать если вы любите если вы хотите познакомиться с all my brothers band я скажу что не обязательно первые четыре альбома только вот они первые четыре альбома эти это две студийных пластинки и две концертных два двойника но и то что выходило позже это прекрасно это просто прекрасно у меня далеко не все пластинки the woman brothers band их достаточно много а последнее время выходит куча концертных записей коробки четверные альбомы тройные альбомы также как у great full dead примерно кстати говоря the woman brothers band я могу сравнить только с двумя группами обе эти группы американские и они являются такими же титанами такими же столпами рок-музыки как и the woman brothers band это chicago и great full dead chicago можно поставить рядом the woman brothers band в смысле технического мастерства исполнительского я имею ввиду смысле количество материала количество пластинок выпущенных и в смысле подхода к рок-музыке то есть смешение джаза рока фанка соул чего угодно и все это и классической музыки в том числе правда у the woman brothers band я не слышал таких отсылок прямых классической к симфонической музыке в отличие от chicago там от 2 3 4 5 альбомов chicago 6 тоже кстати говоря вот но в плане плотности в плане использования всех возможных средств включая джазовые формы это очень достаточно похоже и в плане ухода от прямого рока чистого в первых альбомах в то что можно назвать где-то там поп-роком условно говоря ну рассматривая поп-рок никак попсовый рок попсовый легкий а как больше что называется большой поп большая популярная музыка то есть люди стали меньше импровизировать а больше делать больше обратить внимание на конкретные песенные формы ну вот это так сложно я изложил что касается great full dead то это конечно концертные выступления в которых огромная часть времени уделялась импровизациям и песни растягивались там на 20 на 30 минут так же как у great full dead и слушать это было все время интересно и сейчас это интересно слушать особенно вот два вот этих концертных альбома о которых я буду говорить отдельно потому что они стоят того чтобы поговорить о них на этом канале а вообще они стоят того чтобы их иметь слушать не люблю слово изучать них не надо ничего изучать просто слушать они но это это неотъемлемая часть рок-музыки мировой неотъемлемая часть это такой кирпичик вынув который здание будет здание рок-музыки будет несовершенным незаконченным несовершенным но она не закончена она продолжает строиться но та часть которая была в 60-х 70-х она конечно многое потеряет ну вот первые два альбома the woman brothers band 69 год который называется просто the woman brothers band и соответственно 70 долбайт соц называется он и ежели вы никогда не слышали то конечно я присоединюсь к тому критику которого немножко так с иронией вспомнил что лучше начать с этих штук хотя лучше все конечно концертных но бог с ним и так состав дуэйна дуэн олман лид гитара слайд гитара акустическая гитара грек олман два брата дуэйн и грегори орган вокал дик бэтс лидер гитара барри окли бас батакс тракс ударные и перкуссия и джей джей джонни йоханссон еще одни ударные и перкуссия два барабанщика они же два перкуссиониста и в этом смысле есть параллель с первым составом группы сантанг и что же мы слышим когда начинаем слушать первый альбом don't want you know more первая вещь пьеса написано спенсером дэвисом инструментальный такой въезд в творчество олман братес и ужасно напоминает материал с первого альбома сантаны про который я недавно совсем говорил такая же перкуссия пошел органчик на котором играет брат олман и органчик этот папа партиям напоминает очень то что играл грек роли на первом альбоме сантаны и очень похоже правда гитаризм совершенно другой потому что это все-таки минимум латинос скажем так максимум блюза и вот этот самый дуэт дуэйна олмана и дико бетса на гитарах по очереди они играют с разными тембрами и сразу въезд понимаешь что это пошел настоящий блюз в плане блюз рока the old man brothers band эта группа номер один но это мое мнение это номер один потому что все остальные группы играющий южный рок так называемый но они как сказать они все-таки имеют более коммерческий настрой чем the old man brothers band они не позволяли себе таких вольных импровизаций таких инструментальных номеров даже на студийных альбомах эти штуки они похожи на джем и но джем и сыгранные виртуозными музыкантами профессионалами с большой буквы п таки прав пришел из not my cross to bear следующая песня из такого темпового вот этого инструментала спенсера дэвиса мы выходим на и цена от my cross to bear медленный блюз плавный орган с гитарой красивый американский широкий блюз который неожиданно становится английским ближе к концу и становится настолько английским что в принципе я представил себе как это звучало бы на концерте вот в том виде как на как на студийной записи концертное исполнение есть но вот как здесь сыграно они конечно чуть-чуть могут подвинуть ладзепеля на тех времен в плане тяжелого блюза гитарного так здесь они расходятся ничто не предвещало поначалу но ближе к финалу такие тяжелые рифы так такой такая ширь такой простор голос все дела гитара просто просто фантастика было как этот woman классический блюз но средне темповый язвительный жесткие и бодрый и под конец траблного моего песня мадди уатарса измененная до неузнаваемости почти только по форме можно понять что это мадди ну собственно говоря и по тексту траблного моего мы все знаем мадди уатарса но очень жестко очень роково и по белому исполнено не по черному абсолютно белая версия в чем разница я могу объяснить гораздо прямее все несмотря на обилие перкуссии на обилие ударных полных ударных установок и перкуссии все это конечно вот так вот шевелится в голове но блюз такой вот блюз-рок настоящий прямой жесткий с гитарой прямолинейный в отличие от все-таки свинга мадди уатарса every hungry woman на второй стороне не дает продохнуть совсем просто же скач продолжается гитарный но dreams следующий номер это уже просто какая-то такая американская психоделия пошла медленная балладная такая вещь орган гитары и какой-то такой космос просто просто улетаем в космос неожиданно после вот этих земных приземленных до почти подземных тяжелых блюзов гитарных пошло дыхание пошел ветер пошла вселенная дыхание силе такая язык завершается альбом на выпен пост одна из грандиознейших песен рок-музыки всех времен и народов эту песню исполнял фрэнк заппа неоднократно на концертах очень мощная очень едкая очень роковая темповая цепляющая штука с отличной мелодии с прекрасным рефреном вот этот выпен выпен пост можно версию заппа послушать сравнить с версией the omen brothers band одна не хуже другой испортить эту песню невозможно но единственно что ее можно играть только если ты хорошо умеешь играть если у тебя очень хороший бэнд который взаимодействует лет члена которого взаимодействуют друг с другом потому что допустить там какую-то какое-то разночтение какое-то несоответствие какую-то нестыковку сразу все рухнет это такой такая штука бронебойная где все детальки должны быть подогнаны друг у другу тут халява невозможно 2 пластинка который вышел в следующем году семидесятом она с одной стороны полегче здесь гораздо больше акустики как раз больше акустической гитары но с другой стороны она по музыкальной фактуре она не то чтобы более совершенно не то чтобы более профессионально потому что здесь высшего сорта профессионализм просто уже профессиональный уже некуда практически идеальная игра но как-то по аранжировкам немножко плотнее немножко все почетче немножко все как-то более внимательно что ли сделано больше всего в аранжировках вот больше партии проработаны и вот больше больше все цветистей как-то все выглядит несмотря на то что общая фактура полегче ревайвл первый номер написанный дикий бэтсом кстати говоря гитаристом они грэгом олманом и еще одна пьеса дикий бэтс instrumental in memory of elizabeth read инструментальный номер который на концертах играется вот по 30 минут примерно очень хорошая композиция по музыке очень красивая и допускающая как раз вот эти свободные импровизации там есть для них место и дикий бэтс там развернулся на гитаре конечно во всю очень хорошая вещь про нее мы поговорим когда будем обсуждать и рассказывать друг другу про концертные записи the woman brothers bet in memory of elizabeth read вот эта вещь она здесь студийной версии очень красиво все равно здесь длинная даже на студийной версии она длинная достаточно шесть семь минут она практически здесь идет но моя любимая здесь вторая вещь don't keep me wandering тоже с акустикой но с интересным гитарным таком гитарным рифом который сквозь эту песню проходит и оранжировка очень затейливая партии такие вот они затейливые они переплетаются но не грузят не душат очень прозрачно ну известный номер midnight rider там-то 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 там такая ковбойская штучка на первой стороне очень хорошая вторая сторона начинается с песни вели диксона хучи кучи мэн тоже приведенный в зверское состояние зверское зверское исполнение песни и вторая сторона потяжелее конечно чем первая но не хуже а может быть даже лучше хотя лучше сделать невозможно the old man brothers band продолжим разговор потому что есть что про них рассказать особенно вот про этот альбом концертный двойник шикарный ну а я прошу пить пока